Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о работе с pdf-файлами. Тема, казалось бы, не важная, кто работает с pdf, знает, как это делать. Ничего сложного там нет. Но мы поговорим именно о бесплатных продуктах для тех, кому нужно работать с pdf от случая к случаю. Что вам может понадобиться при работе с pdf? Ну, во-первых, открыть pdf-файл. Во-вторых, создать собственный pdf и отредактировать чей-то чужой pdf. С первыми двумя пунктами проблем нет, с третьим есть, но небольшие. Как открыть pdf? Ну, тут все знают. Adobe Acrobat Reader. Программа бесплатная, смотреть, читать, пожалуйста. Хотя лично я почему-то пользуюсь просмотрщиком Sumatra pdf. Тоже бесплатная, понимает много форматов, кроме собственной pdf. Не знаю, почему пользуюсь именно ей, а не Adobe. Возможно, не люблю монополисты. Дальше, если вам нужно создать pdf, тоже вариантов много, но я советую инструмент canva.com. Инструмент очень полезный и удобный, я по нему делал скринкаст. Ссылка в описании. Тут куча шаблонов на все случаи жизни. Презентации в pdf, официальные письма, резюме и так далее. Все делается буквально на щелчок пальцев. То есть вы можете создать документ с нуля и сохранить его в pdf. Но, к сожалению, вы не можете импортировать сюда pdf файл. И это третий пункт нашей программы. Нам прислали pdf, нужно в нем что-то поменять, что делать? Тут, к сожалению, почти все платное. А если и есть что-то бесплатное, то с ограниченным функционалом. Причем ограничения касаются в основном именно того, что вам нужно. То есть именно это вам нужно, но именно это и платно. Наиболее приемлемый инструмент, в котором больше всего бесплатных фич из всего, что я нашел – sejda.com. Плюсом редактора является еще и то, что вы можете работать с pdf файлами онлайн. Хотя при желании можете загрузить и десктопную версию. На главную страницу вынесены все действия, которые вы можете совершить с документом, включая конвертацию из формата в формат. Но на бесплатном тарифе вы можете совершить не более трех действий в сутки. Здесь собраны популярные и основные действия, главным из которых является, собственно, pdf-редактор. Вы можете либо загрузить сюда pdf, либо начать с нуля. Загружаем pdf. Вот он. Интерфейс предельно понятный. Все основное тут есть. Не буду подробно останавливаться на принципах работы, все интуитивно понятно. Вы можете работать с текстом, принципы стандартные для графических редакторов. Курсив, гарнитура, размер, цвет, положение. Можно вставлять ссылки. Тут они, кстати, не стоят. Либо на внешние ресурсы, либо на внутренние страницы. Можно работать с формами, но это, мне кажется, совсем не нужная для среднего пользователя вещь. Можно вставить собственные картинки, добавить подпись. Можно вставить какие-то примитивные формы, но редактор этот все-таки не для дизайна, а скорее для работы с текстом. Нужен дизайн? Тогда вам в canva.com. Ну и после того, как вы все подредактировали, остается применить изменения и скачать готовый pdf-файл. Вот он. Измененный нами заголовок и ссылка, который ведет, надо сказать, на нужную страницу. Мне кажется, этих трех инструментов должно хватить для всего комплекса задач, с которыми может столкнуться средний статистический пользователь, который не работает с дизайном и полиграфией. Все любите друг друга, пользуйтесь бесплатными инструментами, их становится все больше. А при условии, что уровень дохода россиян становится все ниже, это как никогда актуально. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели узнать у теплицы социальных технологий.